Ватну Тришин Меняй вкус протеина каждый день Физкульт привет, с вами Bodymania Я Эдуард Гаврильченко Продолжаю свой блог, посвященный подготовке к соревнованиям Сейчас у меня начинается процесс сушки диеты Ну вот, мне надо сбросить в лес категорию 80 кг Диета, сушка Между прочим, это одна из основных причин, почему люди приходят в тренажерный зал По статистике, 80% людей приходят в тренажерный зал именно сбросить лишнее Сбросить лишний жир Это для многих очень актуально И не только для спортсменов, которые готовятся к соревнованиям А просто многие люди, к сожалению, сейчас И женщины, и мужчины, и даже дети Имеют излишний вес Что я сейчас буду делать Одна из основных ошибок многих людей Но, я надеюсь, не спортсменов Когда где-нибудь вычитают какую-нибудь диету Условно говоря, столько-то жиров, углеводов, белка И буквально на следующий день, когда они решили сушиться Переходят на это количество ингредиентов На мой взгляд, это катастрофическая ошибка Организм надо приучать Понемножку сокращать В первую очередь углеводы, жиры Чтоб организм привык Адаптировался Чтоб не было для него это шоком Почему? Да потому что, если сразу много урезать калорий Организм, кроме жира, будет расщеплять Даже в большей степени белки То есть, это наши мышцы Я не думаю, что задача у многих Не просто убрать жир А растерять все мышцы И потом выглядеть непонятно что Немного о своем питании У меня, в принципе, здоровое питание круглый год Основа всегда это Медленные углеводы Гречка Перловка Бурый рис Замечу, именно бурый, а не белый Белый не совсем подходящий момент Потому что у него гликемический индекс довольно-таки высокий Что касается белка Это в основном Куриные грудки Индейка Ну, немного говядины Яичные белки, само собой Ну, и творог Жиров я ем очень мало Единственное, что Дополнительно Принимаю рыбий жир Почему? Не уделяю внимания Именно жирам И специально не ем там А-ля сало Да потому что жиры содержатся практически во всех продуктах Даже Даже в грудках Один процент жира Не говоря уже о других продуктах Говядина шесть процентов жира И норму жира вы наберете так или иначе Придерживаясь здорового питания Специально жирам бы я не уделял внимания Единственное, повторюсь Жиры омега-3 нам очень важны И как пищевая добавка Рыбий жир Или включить в свой рацион Красную рыбу Это лосось Порель Тоже имеет смысл Итак, первый шаг у меня Я исключу Все калории, которые в жидком виде Что это значит? Ну, в первую очередь Протеин я не буду мешать на молоке Когда я Это более вкусно, конечно Это я делаю на наборе мышечной массы Я уберу соки Немного соков В обычном режиме я пью И, ну, кефир Иногда может быть кефир Сейчас все калории в жидком виде уберу Почему? Да потому что Все калории в жидком виде Они имеют довольно-таки быстрый гетемический индекс Не важно это Сок Фруктовый сахар Кефир Лактоза Молочный сахар Что касается сладкого Сладости я много не ем Могу себе позволить Утром И после тренировки После тренировки обязательно ем Чтобы закрыть так называемое углеводное окно Чтобы быстрее пошло восстановление С начала сушки Я эти моменты уберу То есть убираю сладкое В дальнейшем Через неделю Две Буду смотреть, как идет процесс Начну урезать уже медленные углеводы Обязательно очень медленно Где-то в неделю по 50 грамм Очень важен это режим питания Режим питания это регулярно В определенное время Ни в коем случае не пропускать приемы пищи Это касается и набора мышечной массы Но сейчас это более даже актуально Что касается кардио В межсезонье я обычно делаю кардио Раз в неделю 30 минут Сейчас понемногу начну добавлять Сначала два раза в неделю Потом три раза в неделю А потом посмотрю, как идет процесс Для тех людей, которые первый раз Пытаются просушиться Хотел бы сказать Сушка это действительно тяжело Это надо бороться в первую очередь с собой С чувством голода Между прочим, легкое чувство голода Для меня это хороший индикатор Что все идет хорошо И если у меня пропадает чувство голода Значит, для меня это шаг Что надо еще подрезать углеводы Как это получится, посмотрим Будем отслеживать Ну а сегодня у меня тренировка рук Бицепс-трицепс Как всегда, начинаем с разминки Начну Немного о бандане Меня очень часто троллят Почему я в бандане? Это мне удобно Вообще, когда я начинал тренироваться Я увидел бандану Я был Действительно для меня был Скажем так Бодибилдер, которого Я уважал И восхищался его мышцами Это Шон Рейн Если кто его знает Он практически всегда был в бандане Начал я носить, наверное, из-за этого Но потом оценил, что действительно удобно Когда действительно тяжело тренируешься Потеешь То не мешает Ни мокрый лоб Не попадает пот в глаза В чем проблема? Я не знаю, почему Это напрягает многих В тренировках на руки Мне очень нравится такая система ПОВ Система ПОВ В чем она заключается? Это когда делается Три упражнения на каждую группу мышц В частности, бицепс-трицепс Каждое упражнение в разных режимах Какие могут быть режимы? Среднее положение рук Это когда руки находятся в обычном состоянии Это, как правило, базовое упражнение В частности, это сгибание рук со штангой Здесь мы хотим поработать Довольно-таки тяжело Что касается рук, что это значит тяжело? Это в режиме где-то 8 повторений 8-10 Потом я сделаю упражнение В растянутой позиции Если говорить о бицепсе Какая у нас растянутая позиция? Это когда мы начинаем сокращать бицепс Когда уводим руки назад И начинаем сокращать с растянутого положения Вот И в конце Доработаем уже В стиле пампа В сокращенной позиции Это когда у нас руки впереди В основном я работаю в этом режиме Сейчас начну со штанги Обязательно разминаемся Я разминаюсь с грифа Мне очень нравится делать вверху фиксацию Прочувствовать напряжение Руки выпрямляем практически до конца Но не расслабляем внизу Подавляющее большинство людей У кого болят локти Начинаешь спрашивать После чего заболели От французского жима Почему так получается? Да потому что Сильно ставят большие веса Работают на инерции И когда ваши локти заболят Это вопрос времени Я думаю лучше делать здесь чисто Не гнаться за весами И будет все окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вторая связка упражнений Это сгибание рук На наклонной скамье Как я уже говорил Растянутая позиция И разгибание руки С гантелей за головой Мне очень нравится Именно одной руки Почему? Потому что Я максимально могу сконцентрироваться На трицепсе Когда работаешь двумя руками Из-за головы Локти Не свести Они все равно будут в стороны И включаются в работу дельты С разгибанием руки за головой Одной рукой Этого момента можно избежать Сгибание рук с гантелями С супинацией На что обратить внимание? Когда сгибаем руки Локоть оставляем сзади Чтобы как раз Не исключить этого положения Когда мышца сокращается Именно в растянутом положении Большая ошибка Когда локти выводят вперед И как раз этот момент уходит Это будет практически сгибание рук Обычное И пользу из этого упражнения Вы не извлекете Поэтому Следим, чтобы во время сгибания Локти оставались за корпусом В этом упражнении Стараемся Чтоб локоть смотрел ровно вверх И во время движения Не отводить его в сторону Чтоб не уходила нагрузка с трицепса И второй момент На мой взгляд Одна из ошибок Многих ребят Которые делают это упражнение Не опускают Гантелю за голову Чтоб растянуть трицепс А делают неглубоко Это из-за того Что берут большой вес И эффективность этого упражнения пропадает Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу пару слов сказать Про свой амулет Очень часто слышу В комментариях Что не понимают Зачем это Поинтересуйтесь Это славянский амулет Родовик Он охраняет рот И никакого отношения К нацистской свастике Не имеет Заключающее упражнение у меня Это сгибание рук на нижнем блоке Веревкой с молотом В связке С разгибанием рук на верхнем блоке Тоже с веревкой На трицепс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После тренировки мышц Обязательная растяжка На мой взгляд Когда мышца эластичная Она более выгодно смотрится Лучше восстанавливается Меньше травм Так что не забывайте Растяжка бицепса Не просто там пару раз дернуться Старайтесь растяжку держать Минимум секунд 15 Можно больше конечно Но если подытожить тренировку Я бы дал совет Не гнаться за весами Обязательно старайтесь Работать на ощущения мышц И результат обязательно будет В заключении всем Как всегда желаю Железного здоровья Остального характера Подписывайтесь на канал Вступайте в группу Бодимания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин